В Экибастузском доме дружбы прошли предварительные общественные слушания по повышению тарифов на услуги ТОО «Экибастуз Энерго». Защитой нового тарифа выступила директор ТОО «Экибастуз Энерго» Виктория Роголь. Она рассказала об основных составляющих и о возникшем росте всех затрат, отметив тот факт, что из-за применения старого тарифа в новых реалиях в первом квартале этого года предприятие уже терпит убытки. Однако департаментом комитета по регулированию естественных анаболий решение не было принято. И это привело к убыткам до покупки электрической энергии с 1 января 2024 года до 31 марта. Они составили 213 миллионов. И поэтому ТОО «Экибастуз Энерго» повторно подала заявку на повышение цены 5 апреля с учетом полученных опусков. Так как с июля 2023 года в Казахстане введена модель централизованной покупки и продажи электроэнергии, то первоначально ТОО «Экибастуз Энерго» покупает продукт у единого закупщика, цена которого с 1 января 2024 года увеличилась с 8,78 тенге до 11 тенге. Пропорционально тарифу выросли и другие составляющие итоговой цены на отпуск. Таким образом, с начала года отпускная цена составляет почти 33 тенге. А в прошлом году эта сумма была значительно меньше – 21,89 тенге. Когда с 1 января подняли, допустим, Министерство энергетики на станциях подняло цену, то все передающие организации, все, они покупают тоже электроэнергию, понимаете? Они же покупают для своих нормативных потек. Поэтому, естественно, у них тоже произошел гроз. У единого закупщика. Да, они тоже у единого закупщика берут. То есть все оно между собой взаимосвязано. После презентации докладчик ответил на вопросы общественности. В целом все они касались составляющих нового тарифа. К примеру, депутата Павлодарского областного маслехата Павла Ярошенко заинтересовала, из чего состоит первоначальная цена единого закупщика электроэнергии. С чего складывается вот эти 11 тенге? У единого закупщика. Единый закупщик на всех станциях. Независимо от форм собственности, независимо от тепловая, гидроэлектростанция. То есть по всему Казахстану закупается электроэнергия. Плюс электроэнергия в возобновляемых источниках энергии, плюс ВЕА. И если идут перетоки по единой системе Казахстана, допустим, если мы покупаем либо в Киргизии, либо в России в часы пик, когда нам не хватает, либо в зимнее время, когда нам не хватает, то происходит тоже закупка. Вся эта цена складывается, делится на общий объем и получается ежечасная определенная цена, каждый час. Отвечая на вопрос председателя Кибастузского городского маслехата Нияза Макраева, Виктория Роголь отметила, что тот факт, что с 1 апреля законом приостановлена деятельность нерегулируемых энергоснабжающих организаций, повлияет на то, что сейчас ожидается рост доли юридических лиц в составе потребителей Кибастузэнерго, что станет одним из инструментов сдерживания роста цен для физических лиц. Мы гарантирующий поставщик, мы работаем с населением. Допустим, у нас сложилась цена 25 тенге средняя, но говорят, для населения это сильно много. Вот для населения пусть будет 17, но вот эту разницу кто-то должен на себе взять, да, значит, относим на юрлица, на бюджет. Возможно, если крупные какие-то придут к нам потребители, возможно, это в будущем и повлечет немножко снижение цены. Кроме того, есть и другие изменения. На момент слушаний АОКИГОК снизил один из своих тарифов, составляющих общую цену, поэтому озвучить итоговый тариф в ходе слушаний Виктория Викторовна не смогла. На момент проведения слушаний стало известно, что среднеизвешенная цена передачи электроэнергии уменьшится и составит не 13,421, а где-то около 10,5 тенге за 1,5 час, что в общем повлечет, ну, на конце тогда опустная цена уже будет там немножко снижена. Слушания завершились без каких-либо возмущений общественности. Итоговую дату введения нового тарифа озвучил руководитель Департамента комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области Нурлан Нурмуратов. Цена планируется ввести, а эту цену планирует субъект ввести с 1 мая, то есть до конца текущего месяца должно приниматься решение.